Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов сегодня в рамках рабочего визита посетил школу-долгострой в поселке Красное. Это образовательное учреждение находилось на личном контроле полпреда. В конце августа Николай Цуканов поручил сдать объект в эксплуатацию не позднее 30 сентября 2017 года. Поручение окружные власти выполнили в минувший четверг 215 учеников. С 1 по 11 класс переступили порог новой школы. Это был для нас месяц авральный в прямом смысле, потому что все буквально хотели сдать объект вот именно как раз к концу сентября. Этого события ждали все. Директор Красновской школы Владислав Литков показывает полпреду в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову наконец-то действующую школу. Завершение строительства которой затянулось на три года. В августе этого года полпред в ходе осмотра дал ряд поручений. Кроме того, обозначил срок, когда объект должен быть сдан в эксплуатацию. Основные замечания были устранены. Школьный процесс идет полным ходом. У нас какой класс? В какой класс? Третья. Третья. Ребята, вам нравится в школе? Да. А честно вам нравится? Да. Детям действительно нравится. Просторные и светлые классы, средняя наполняемость которых около 13 человек, оснащены новым современным оборудованием. Интерактивный комплекс, да? Работает? Да. А вы умеете на нем работать? Да. Обучались, да? Да. Мы проходили курсы, и у нас в старой школе тоже работали. Интерактивная диска. Кроме учебных классов, Николай Цуканов посетил и школьную столовую. Здесь полностью обновленное оборудование для готовки и обработки еды. Обеденный зал украшает новая раздаточная линия. Большой плюс в том, что ребенок может положить себе столько, сколько ему нужно. Вот в этом плюс большой раздаточной линии. Еще одно помещение трехэтажного здания, которым гордятся новоселы, это большой спортивный зал. Пока он еще укомплектован не полностью, но совсем скоро, по словам учителя физкультуры Марины Литковой, он станет не только местом для проведения уроков, занятий спортивных секций, но и площадкой для организации больших спортивных праздников. Долу оборудовать зал нужно. Что нужно? Где? Вот, волейбольную сетку повесить. Раз. Установить шведские стенки, установить канат, чтобы был канат. По итогам осмотра объекта Николай Цуканов отметил, что с августа многое изменилось. Самое главное, по мнению полпреда, что объект запущен и дети получают образовательные услуги уже в новой, красивой, современной школе. Это уже большой плюс. В школе тепло, светло, это очень важно. Дети ждали эту школу не один год, учились в приспособленных условиях. Это, конечно, жуткая картина, но к ней не будем возвращаться. Главное, что сегодня школа запущена. Необходимо отладить некоторые образовательные механизмы, запустить оборудование, обучить преподавателей, работать на современных интерактивных классах, интерактивных досках, довести чуть-чуть дома в спортивный зал. В принципе, по большому счету, доволен этой школой. Самый главный итог, она запущена. Полпред рекомендовал директору школы ознакомиться с опытом организации учебного процесса и досуга на примере работы общеобразовательных учреждений регионов Северо-Запада, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининграда, чтобы школа стала не только местом обучения, но и всестороннего развития.